Подробности. Прямо сейчас. Вообще стоит отметить, что по последним данным из Херсонской области эвакуированы более полутора тысяч человек, почти 20, около 20 населенных пунктов по предварительным данным в Херсонской области потоплены и более 1900 домов тоже затоплены, почти 2000. Но еще не очень хорошие прогнозы дают различные ответственные украинские службы. В частности, это касается тех территорий, которые оказались затоплены. Говорится о том, что юг Украины может превратиться вообще в пустыню из-за этой катастрофы. Около 10 тысяч гектаров полей сейчас затоплено. В общем, последствия катастрофические. И вот в связи с этим сегодня стало известно, что Министерство иностранных дел Латвии готовит проект решения для Кабинета министров о выделении 200 тысяч евро Украине, для того, чтобы помочь предотвратить последствия теракта, осуществленного Россией, так говорится в сообщении министра иностранных дел Игоря Никевича. Ну и, конечно же, неравнодушные жители нашей страны тоже начали сбор пожертвований для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. В частности, ассоциация Тави-Драуги осуществляет сбор пожертвований. В эти самые минуты в Риге проходит акция протеста с осуждением действий России по подрыву Каховской ГЭС. И у нас сейчас на прямой видеосвязи Оксана Осечко, председатель правления конфедерации организаций живущих в Латвии украинцев ВИЧе. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про вашу акцию протеста. Сколько людей собралось, каковы основные требования, с которыми они выступают? Украина! 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 Вы видите, что собралось много людей. Мне трудно сказать, я думаю, больше, больше, около ста, 70-80, около ста люди подтягиваются после работы. И каждый человек, который здравомыслящий, понимает, что Россия, государство террористов, сделало очередную катастрофу не только в Европе, но и всему человечеству. Поэтому здесь люди подтягиваются и поддерживают Украину, и заслуживают Россию как государство террористов. Основное требование заключается в том, чтобы Россия понесла ответственность за эту катастрофу. Естественно. Мы здесь и выступаем за то, что Россия как государство террористов должно нести ответственность, и все зло должно быть наказано. Скажите, пожалуйста, вот у вас и у собравшихся, есть ли связь с вашими родными, близкими в Украине, кто оказался среди жертв вот этого наводнения? Насколько там сейчас тяжелая ситуация, по вашей информации? Да, разрушения очень большие и разрушения нарастают, потому что вода несет все и смывает. И где какие были, смейте сбор еще, все за собой, и это все несется в Черное море. Земли будут непригодны к дальнейшей обработке и проживанию. Люди, есть правый берег, есть левый берег. Левый берег сейчас оккупированный. На правом береге украинцы эвакуируют своих жителей. На левом береге люди просят помощи, но никто. Кто Россия оккупировала, их уничтожает, это геноцид, экоцид. Она уничтожает, и никто не дает помощи. Люди кричат, просятся уже вторые сутки. Украинские власти не могут туда добраться, они эвакуируют свой берег. А россияне смотрят на это, как люди погибают. Не говоря о животном мире, растения, весь грунт, все-все взмывается, все идет и уничтожается. Это действительно эко-катастрофа. Скажите, Оксана, чем жители Латвии сейчас могут помочь украинцам, которые оказались как раз в зоне этой катастрофы? Ну, я думаю, что помощь разносторонняя. Здесь и надувные лодки, здесь и кровати, и одеяло, подушки, продукты питания. Все, что одежда. Ну, хорошо, сейчас лето, и столько много надо одежды. Но все равно все, что возможно, все это мы будем собирать и посылать. Оксана, благодарим вас за то, что подключились к нашему эфиру. Это была Оксана Сичко, представитель правления конфедерации организаций живущих в Латвии украинцев ВИЧ. Они сейчас проводят митинг у посольства России с требованием привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской, плотины Каховской ГЭС. Спасибо вам и всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!